Так, его любимый компотик арбузный, мармеладный тортик. Панки, ты шарик надул? Панки, Панки, хватит, а то лопнет. Но если хватит, то надул. Шапочку, шапочку забыли. Ну все, теперь точно готово. Малыш, просыпайся. Доброе утро. Ай, мамочка, а что это? Воздушные шарики. Ух ты, тортик. Ой, шапочка, шапочка, я понял. У меня сегодня день рождения. Ура! Мама, это значит, что мы сегодня пойдем на каток, да? На каток? Малыш, а кто тебе такое сказал? Приснилось, что ли? Пап, ты же обещал, что в день рождения мы пойдем на каток. С днем рождения, мой любимый сыночек. На каток мы, конечно, пойдем, но не сегодня. Почему не сегодня, папа, ты обещал? Так, Панки, объясни мне, пожалуйста, что происходит? Мы ему все подготовили. Думал, он радостный будет, день рождения. Он сидит расстроенный и говорит про какой-то каток. Вики, просто мы с ним сидели, смотрели телевизор, он увидел фигурное катание. Я ему и говорю, вот подрастешь еще немного и сходим на каток. Я тебе не говорил, что на день рождения. Я говорил, что подрасти надо. А потом... Мама, папа, так я ж подрос. Я стал на год старше и теперь уже могу кататься на коньках. Эээ, все ясно. Понимаешь, у тебя еще косточки слабенькие. А если ты упадешь, ножку сломаешь или носик разобьешь. Давай еще немножко подождем, когда ты еще подрастешь. Давай надевай шапочку, сейчас задуешь свечки и будешь пить свой любимый компотик арбузный. Не надо мне ни шапочки, ни тортика, ни компотика, я хочу на каток, на каток хочу. Я уже большой, я уже смогу. Вики, ну и что с ним будем делать, с нашим уменинником? Не знаю, Панки, но я ему все уже объяснила. Малыш, попозже. Нужно еще подрасти немножко, понял? Вот, держи, мы с папой приготовили тебе подарочек. Мамочка, я надеюсь, в подарочке коньки? Почему коньки? Ну с чего коньки? Ты что просил? Машинку на пульте управления. Вот и нет, я когда спать ложился, я желание загадал, чтобы на день рождения мне подарили коньки. Ну, ну, ну открой этот подарок, он тебе тоже понравится. А коньки мы купим обязательно, но попозже. Эх, вот они как катаются. На катке, на коньках. А я сижу дома и пью этот компот. По-моему, с папой же были коньки. Ого, сколько обуви. И где же тут коньки? Как мне их найти? Ой, а может они здесь? Вот они. Так, беленькие вроде мамины, а черненькие вроде папины. Ну-ка я сейчас их примерю. Ух ты, даже не слетают. Правда, немножко великоваты. Если не хотят меня на каток везти, я тогда дома покатаюсь. Хе-хе-хе, как здорово. А говорят, что я еще маленький. А у меня уже получается. Вы видели? Я даже не упал ни разу. Ой, что там так скрипит? Не знаю, Вики, пойдем скорее посмотрим. Сынок, сынок, что ты делаешь? Немедленно сними коньки. Дома нельзя в них кататься. Ты процарапаешь весь линолеум. Уже вон какие полосы. Что же ты наделал? Шкаф открыл и все достал. Вот молодец. Снимай скорее. Пока не упал, ногу себе не сломал. Они же тебе велики. И на коньках катаются только по льду. Никак не в комнате по линолеуму. Эх, Вики, ты видела какие дыры. Придется делать ремонт. Мама, папа, а что я сделаю, если вы не хотите меня на каток везти? Я хочу на каток. А я говорю, обязательно сходим, но попозже. Давай, снимай коньки. Нужно шкаф от тебя на ключик закрыть. Ну все, сейчас не откроют. Осталось ключики куда-то спрятать. Не хочу я ни тортика, ничего. Хочу на каток и все. Ты не видели, куда мама ключи спрятала? Куда? Не видели? Эх, а если поискать? Вдруг я их найду? Тогда я сам на каток пойду. Хе-хе, вот они, легче легкого. Сейчас достану и коньки возьму себе. И отправлюсь на каток. Ведь мама сказала, что желания, загаданные в ночь перед днем рождения, должны сбываться. А я загадал на коньках покататься. Так, не поняла. Панки, это ты шкаф открыл? Что ты там искал? Почему на ключик не закрыл? Я же специально убрала туда коньки. Вики, я не трогал ни ключи, ни шкаф. Ты же шкаф закрывала, ключи прятала. В смысле, а как он открылся-то? Не поняла. И коньки лежат одни, только белые. Малыш, ты опять за свое? Ты опять по дому на коньках ездишь. Малыш, ты где? Отдай папины коньки. Они тебе велики, я тебе новые куплю, маленькие. И будет удобно. В следующем году я тебе обещаю, мы сходим на каток. Что, Вики, он здесь? Где? Малыш, памки здесь никого нет. Ни его, ни коньков. Как нет? Спрятался, наверное, где-то. Сынок, сынок, выходи. Панки, а что если он один? Сам на каток ушел. Да не может быть, он даже не знает, куда идти. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как мне каток найти? Здравствуй, малыш. А ты что, совсем один? Родители тебя отпустили? Конечно, отпустили. Я же уже большой. Скажите мне, пожалуйста, куда идти? Вон туда. Видишь? Дорога уходит направо. Туда повернешь, там налево. Потом метров пятьдесят и каток увидишь. А право налево пятьдесят метров и каток. Спасибо большое. Вы меня выручили. Ух ты. Настоящий лед. Ой, как сложно тут. Так, черебенок на льду один. Внимательно, родители, смотрите за ним. Он же еще совсем маленький и без присмотра. Ничего страшного, я просто упал. Даже не ушибся. Хе-хе, как здорово. Я на катке. Свой день рождения. Я сам себе сделал... Ай! Самый лучший подарок. Я не поняла. Малыш, где твои мама и папа? Почему ты на льду совсем один, без присмотра? Это запрещено правилами катка. Вставай. Ты не ушибся? Ой, тетенька, я не могу. У меня, кажется, коленка болит. Так, стой, давай я тебе положу аккуратненько. Ой, как больно. Болит? Нога болит? Ага. Нужно скорую вызывать. Нет, сейчас пройдет. Ага. А если не пройдет? Где твои мама с папой? Они дома. В смысле дома? Они тебя одного, что ли, отпустили? Тетенька, извините, пожалуйста. Не надо никого вызывать. Ножка почти прошла. А на каток я сам убежал. Меня мама с папой не отпустили. А у меня сегодня день рождения. И я мечтала побыть на катке. Ух ты, ничего себе. Я тебя поздравляю, конечно. Но это опасно. Поэтому родители тебя не отпускали. Ты еще слишком маленький. И косточки у тебя очень хрупкие. Ну-ка, попробуй встать. Ой, вроде стою. Можно я еще чуть-чуть покатаюсь? Ай, нет. Больно ножки, тетенька. Больно очень. Так, все, ложись. Я скорую вызываю. Мне кажется, у тебя там перелом. Перелом? А это как? Ой, страшно. И ножка болит. Тетенька, а вы не могли бы найти моих родителей? Конечно могу. Ты знаешь что-нибудь? Номер телефона, как их зовут, где они живут. Нет, тетенька, я этого еще не запомнил. Ну вот, а из дома уже сбегаешь. Ладно, сейчас на телевидение подам информацию. А тебе родители, если будут смотреть, увидят. И узнают, где тебя искать. Спасибо большое, тетенька. Я все понял. Я больше ни ногой из дома один. Никуда. Вот так-то. Понял теперь? Ага. Панки, ну вот смотри, какие ужасные новости. Я же говорила, что нашему малышу на каток еще рано. Вон, трехлетний малыш упал на катке, да так что ногу сломал. Что? Еще и родители разыскивают. Он что, там один что ли был? Панки? Панки, это наш малыш. Подожди, подожди, Вики, перемотай. Какой ужас. Говорят, увезли в первую городскую больницу. Скорее, за ним. Конечно, конечно, Вики. А мы сидим. Думали, спрятался просто. А он на катке уже совсем один. Еще и с ногой что-то сделал. Трапочка, больше так не буду. Ага, понял, наконец-таки. Понял. Я больше никогда из дома не сбегу. Простите меня, пожалуйста. Только пообещайте, когда моя ножка заживет, мы сходим с вами на каток. Вместе, под присмотром. Эх ты, именинник, держи свою шапочку, кушай тортик. А на каток обязательно сходим. Мы же тебе обещали. Подрасти немножко. Хорошо. А пока ножка заживает, я уже подрасту? Ну, хотя бы немножко. Подрастешь, подрастешь. Как раз на каток и сходим. А сейчас постельный режим, вкусная еда и много-много комфота. Давай я включу тебе фигурное катание по телевизору. Ты пока будешь у них учиться. А потом и сам сможешь кататься. Спасибо, папочка. Вы у меня такие добрые. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Фигурит. Фигурита.